Палтиник По дистанции от состояния смотрели, может быть, от работы лыж или вот как хотели, так и разложиться удалось? Ну, больше смотрел по работе лыж, потому что состояние у меня хорошее на всем чемпионате. Вначале чуть-чуть первая пара чуть-чуть не понравилась по держанию, поэтому старался идти в группе, как можно меньше потратить сил, а уже после перебывания работал на полную. Как решили золотой спор? Где-то подергали, посмотрели на состояние Шемякина и в какой момент рванули? Ну, мы с Алексеем за километров 15 до финиша чуть-чуть сделали отрыв, а потом уже вместе по очереди менялись и на последнем подъеме уже решилась борьба за медаль. В целом, насколько довольны сезоном, как он сложился, ну и радостно завершать при полных трибунах, при болельщиках, которые так тепло поддерживают? Ну, в целом сезон сложился хорошо, чуть-чуть не получилось на главном старте на чемпионате мира с формой, но радует, что сейчас на чемпионате России снова хорошее состояние. Поздравляем вас! Насколько довольны этим результатом, марафон, в принципе, то, на чем вы специализируетесь, какие ставили задачи, насколько удалось их реализовать? Ну, хочу сказать первое всем спасибо болельщикам, кто болел за меня. Ягры, привет! Ну, для меня эта медаль, можно сказать, с золотым оттенком, поскольку этот сезон был очень тяжелый для меня, многие знают об этом, болел коронавирусом и так далее, да, то есть в первых гонках не получилось реализовать себя из-за лыж. Сегодня все сложилось, я очень был доволен и понял, что надо сегодня бороться за высокие места, поскольку и состояние было такое хорошее, в принципе, вот. Но боролся до конца, Илья молодец, на последнем подъеме от меня чуть убежал, но все равно я очень рад, что не зря готовился все лето, потом зима у меня такая скомканная получилась. Но в итоге я смог подготовиться к главному старту сезона, показать высокий результат, ну, я очень рад. Спасибо тренеру за лыжи, всем спасибо, болельщикам. А вот этот рывок Ильи, просто немножко сил не хватило или он грамотно момент поймал, когда побежать? Да нет, ну, в принципе, он просто, он человек в сборной, хорошо готовится, хорошо готов сегодня, лучше меня, значит, вот и убежал чуть-чуть, вот. Я чуть-чуть не поддержал, ну, бывает. Поздравляем вас, спасибо. Андрей Собакарев у нас в эфире, Андрей, ну, разножку после 50 километров не часто встретишь, расскажите, как получилось, как борьба пришла? Всем привет. Борьба была тяжелая очень, трасса под конец размякла и были проблемы с лыжами на первой части. То есть мы, примерно вся группа переоделась после 30 километров, я тоже. До этого приходилось терпеть, были проблемы именно с держанием, со смазкой лыж. Но когда переобулся, лыжи работали здорово и на держании, и на скольжении. К сожалению, он набрал много локтата и подзагрузил руки, когда лыжи не держали. Не получилось переложиться вот в эту группу из двух ребят. Пришлось поэтому бороться за топ-3. Но эта борьба тоже была довольно тяжелая. Илья Санников был неплох тоже. В какой момент именно все решилось? Где-то перед финишным спуском грамотно вперед вышли? Я думал, что у меня будет больше сил, но я специально пропустил Илью вперед на спуск. Я знал, что если я сяду за ним, то смогу его выкатить. И, в принципе, так оно и получилось. Но, я не знаю, может быть, дело с маской именно моей или просто у всех так было. Опять же, лыжи стали плохо держать в концовке гонки. И подъемы давались тяжело. Ну, или уже общая усталость казалась. Но я знал, не чувствовал, что получится это сделать. Я выходил в спину, садился, растолкался и выкатил Илью. Ну, и вот на финише. Может быть, разножка была лишняя, был чуть впереди. Но не было все-таки такой уверенности. Хотелось забрать медаль хоть бронзовую. Очень здорово сезон завершить именно таким финишем. Еще и когда трибуны болельщика очень ярко поддерживали. Да, очень приятно. В этом сезоне мне многое не удавалось. Были неудачи, невезения, всякие разные падения. Даже в этой гонке в начале у меня было падение. Но, к счастью, пилотон шел не очень быстро. И как раз это было перед пунктом питания. Удалось быстро очень вернуться. Но все равно тратишь силы. И поэтому, может, как-то чуть-чуть сказалось. Поздравляем вас. Спасибо. Олимпийский чемпион Евгений Дементьев в нашем эфире. Евгений, насколько приятно завершить сезон именно такой гонкой. Классическим марафоном. Еще и болельщики очень тепло поддерживают. Нет, это все здорово и замечательно. Но это еще не заключительное. Это заключительная гонка только чемпионата. Старый у нас через неделю будет Хантамансийский, наш Егорский марафон. Поэтому там еще старт. И потом еще будут еще одни старты. Будут чуть-чуть попозже. С 14 по 18. Поэтому здесь вообще приятно. То, что такая поддержка, атмосфера. Все подготовлено хорошо. Поэтому вообще доволен, что могу принимать участие в чемпионате России. И ощущать все эти ощущения, которые испытывает каждый гонщик. Сам марафон сегодня как сложился по результату, по самочувствию, по работе лыж? Да, в целом все хорошо. К лыжам претензий нет. Самочувствие, видимо, настолько готов. Вот. То есть, надо, наверное, больше тренироваться, чтобы выглядеть хорошо. Но при этом еще с ним скоро побежит Егорский марафон. То есть сил-то получается еще очень немало должно остаться. Ну, сейчас неделю отдохну. Поэтому этот марафон должен сработать на тот марафон. Поэтому, я думаю, будет все хорошо. Поздравляем, спасибо.